МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деревня Заполье, она как бы на берегу такой прекраснейшей реки Ольса расположена. Население у нас 580 человек. Здесь проживают, наверное, как и в любой деревне нашей белорусской, труженики, самые, наверное, красивые, самые добрые люди, которые отдают земле свою, как говорится, всю жизнь. Остаются самые люди, преданные нашей земле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот эта фотография, она была найдена в деревне Заполье во время поисковой экспедиции. В одном доме мы нашли вот такую подлинную фотографию, на которой изображены жители Кличева в тот момент, когда они служили в российской армии. Сохранилась она в деревне Заполье. Отдали нам ее, конечно, с трудом, сразу не хотели. Но потом мы договорились, мы для них сделали копию, они нам передали оригинал. Нужно сказать, что во многих домах очень трепетно относятся еще к таким вещам. Они ее, знаете, так вот особо берегли, завернули в полотенце и вот передавали из поколения в поколение. Сейчас эта фотография заняла место у нас в музее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общем, в вашем музее тоже есть частичка Заполья. Безусловно, Заполь является, видите, поставщиком экспонатов. Достаточно интересная для нашего музея. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Веска великая была. И зараз она стала еще большая. Зараз она не просто веска, а агрогородок уже. Живут и мясовые жихары, живут и приезжие. Люди. Ну, напевно, она добрая. Раз приезжим людям, это подобается. И они приехали, тут обосновались и живут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я, как начал здесь работать, я жил в Бобруйске, прописан был в Бобруйске. Ну, сейчас перебрался в Заполье. Я уже житель Кличевского района, деревня Заполье. Да. Где работаем, так и живем. Я вам скажу, очень хорошая деревня. Рыка радужком, леса вокруг. Курорт. Да. Да. Ах ты умница, ах ты умница. Хорошая лошадка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я отрисую яблоки, будем продавать. Расскажи, вкусные ли яблоки в твоих руках? Да, вкусные. Мне нравятся. Расскажи, вкусные. Я сама уроженка Кличева. Ну, мне очень нравится Заполье. Деревня наша находится в таком месте симпатичном. Река, природа. Ну, короче, мне здесь нравится. Ну, люди, ну, свое хозяйство в основном. Рыбачат. Рыбаки как и мужчины, так и женщины у нас это. Ну, я не знаю, в других деревнях женщины я не наблюдала. А у нас они есть. Рыбачки. Ни одна. Привечно их. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Галина Николаевна. Можно мы с вами рыбу половим? Не можно. Давайте. Удочку только надо. Скажите, женщины ведь обычно не ловят рыбу. Ой, у нас рыбачки все. У нас женщины много. У нас женщин. У нас и учителя, и пенсионеры. Все идут на рыбалку. В свободное время у нас много времени. И мы занимаемся рыболовством. А это хобби или добыча пропитания? Хобби. Хобби. Не поесть и дай. Дай половить рыбку. Это самое хорошее дело у нас. Ну как, клюет? Нет, не клюет. Наверное, рыба камеры боится. Наверное, да. Подплывая и назад утекая. Летела лебедушка над рекой. Зазывала лебедя за собой. Ой, лети, любимый мой, ты со мной. Ой, я видела озеро за рекой. Вот я сижу возле реки. И мне так спокойно, хорошо. И мне хотелось бы сюда прийти, прийти, еще раз прийти. Я родилась здесь. Я в Абруске прожила 25 лет. И вернулась на родину. Почему? Моя душа здесь. Когда я делала агроусадьбу, это вообще была моя мечта давняя. И она родилась мгновенно. И мне хотелось бы, чтобы, наверное, не столько иметь доход, а сколько люди хотели получать удовольствие. Ой, кто тебя у нас такой? Боишься? Боишься? Ну, повернись, трошки. Давай, давай туда. Давай, все еще. Все, 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 текайте. Текайте. Все, все, все. Вставай. Ну, поднимись. Кремнее сидя, очень неплохо кушается. Вставай, сказала. Ну, что ты так фазируешь? Черненький и беленький. Много людей в Заполе держат такое же хозяйство, как у вас. Две коровы, свиньи, куры, все остальное. Ну, коров уже теперь мало. Раньше держали все хозяйство. У нас было много коров. А теперь нет. Мне надо учиться новее, подавать образование. Помочь им хотя бы. Потому что, ну, что поможет, как одна осталась. Работает. А груши люблю. Первые сразу. Только купила дом, посадила сразу две груши. Вот. Мне сын средний подарил. Вот одну, и там вот вторая. Очень вкусная груша. Больше любых фруктов. Груши это обожаю. Самое хорошее – ходить на рыбалку. Ходить в клуб на дискотеке по вечерам. Сидеть дома, помогать маме по хозяйству. Ну, и так сказать, каждый, знаете, у нас самая лучшая деревня. Я люблю деревню за то, что тут свежий воздух, и тут можно хорошо отдохнуть. Деревня хороша, потому что у меня есть друзья. И там я могу ходить на дискотеку и гулять там, танцевать со своими друзьями. Уже на дискотеку? А сколько же тебе лет? Пять. И как зовут тебя, принцесса? Даша. Я люблю деревню Заполе, наверное, за красоту, за свежий воздух. Когда хочешь, можешь сходить на рыбалку. Нету шума, как в городах. Тут много очень факторов. В общем, вы счастливы? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СМЫСЛ ЖИЗНИ СМЫСЛ ЖИЗНИ Вот работать на земле, получать удовольствие от урожая, расти детей, ждать внуков, надеюсь, скоро. Мне только в прошлом году поженились сыновья только. Один год получается, но еще внуков нет у нас. Надеюсь, что у нас будет большая семья, дружная. Вот это и есть смысл жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ